Ну, в общем, если вас всё устраивает, спишите в чатике. Звук норм, плавность норм. Пойдёт? Серьёзно? Чё-то мне кажется, что так тихо стало. Нет? Привет всем, что за игру проходит миром. Халат. Холат называется. Хоррор. 10% тише игру. Ну, в смысле, куда ещё тише-то? По-моему, она уже и так тихая, разве нет? Вы тогда не будете слышать все окружающие звуки приятные. Вот монстр на нас нападёт, я надеюсь, он тут всё-таки будет. И чё нам делать? Как бы будет скучно. Если мы не услышим его даже. Самый эпик в хоррорах — это как раз звуки, ребята. Слишком тихо делается игру, не камильфо, я считаю. А чё, мы даже 10 пройти не можем? Серьёзно? Твой голос словно бальзам течёт в душу. Какой бальзам? Как мазь-звёздочка? Так, вот мы... У нас уже игра началась, но нам уже даже не объяснять, что делать. Мы просто идём, значит, по дороге. Я понимаю, что у игры открытый мир. И мы должны будем ориентироваться чисто по наитию и по карте, на которой не будет указано вообще, где мы находимся. То есть будет карта, я так понимаю. Но мы не будем знать, где мы находимся. Нужно будет ориентироваться по внешним сооружениям, скажем так, деревьям и прочему. Это неторопливый хоррор, так что... Ну да. Ребят, вы мне сразу объясните, я вообще правильно иду, нет? Как бы... Тут просто вообще очень много путей, куда можно пойти. Я даже не знаю, что нужно делать. Я могу зато побежать. О, точно. Давайте побежим. Знаете, этот хоррор такой прямо атмосферный, но в плане, что... Сейчас у нас зима. Ага, мы туда не можем пойти. Или можем? У нас сейчас зима и... Как бы, ну, и тут зима. То есть, понимаете, у нас сейчас такое ощущение зимнее. Как раз то, что надо. А те зима у нас вот пока в Питере довольно тёплая. То есть, ну, редко, когда до минус пяти, до минус семи доходят. В основном на нуле. Надо даже бывает там плюс один. Бальзам мира корейский. О, холодно ищи укрытия. Так. Мой персонаж пока не говорит, что, типа, ему совсем холодно. Какое укрытие? Ну, ему в морму он этот сибиряк, наверное, закалённый. Ему, по-моему, здесь очень даже комфортно. Я не знаю, во что мы одеты. Мы не можем, видите, посмотреть себя. То есть, нашего тела нету, но так графоний, правда, чёткий. Вот я сейчас куда-нибудь в лес уйду и точно потеряюсь. Наверное, я зря это делаю. Надо идти по дорожке лучше. Стрим завис? У всех завис, ребята? Признавайтесь. Серьёзно? Стрим завис? Как так? Напишите в чате, пожалуйста. У кого-нибудь завис или нет? Ну вот, чего вы меня тогда пугаете? Стрим завис, ничего не зависло. Я отвлеклась, а теперь я даже не знаю, куда я ушла. Вот серьёзно, ребята, куда я ушла? И куда я иду? Вот почему мне ничего не объяснили вообще? Куда я иду? Зачем я иду? Серьёзно. Вот-вот. Что такое? Я перепрыгнусь? Я могу? Нет, не могу. То есть через это перелезть я не могу. Значит, мы нашли какой-то край карты, скорее всего. Тут нужно только твоё пространственное воображение, чтобы сопоставлять местности. Знаешь, не воображение, потому что на воображать я могу всё что угодно. А тут нужно именно чётко понимать, где ты находишься и куда ты идёшь. Так что тут дело как раз не воображение совсем. Так, здесь мы тоже не пройдём, он прыгать не может. Вот это вот меня напрягает нереалистично как-то. Во, я нашла путь. Мне кажется, нам точно туда, вот прям, по-моему, для нас сделают дорожку. Ты идёшь ко мне? Точно. Мы нашли путь, ребята, мы нашли путь. Ты посчитай задание. Тут нет никакого задания, ребята. Тут ничего нету. Это же игра как бы на реализм нацелена. Тут у нас никаких заданий нету, карты нет. То есть обычной привычной нам карты нет. Он будет в руках держать карту вот такую. И по ней вот вводить как реальная карта. То есть никаких отметин не будет. Там просто нужно вот именно ориентироваться самостоятельно. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Тут полный реализм вот в этом плане игра, конечно же. Поэтому... Поэтому куда-то вышли. Здесь Григорь молчу, но почему? Вот он только что сказал. В конце я увидел вспышку. Невыносимый горящий свет. Боль, рвущая тело на части. Я чувствовал, что она вырывает мою душу. Через какое-то время я стал никем и ничем. Свет погас, и я исчез в бескрайней темноте. Конец я встретил с радостью. О, мы можем следом своим ориентироваться. Я пойду вперед. Пойду на звук колокольчиков. О, я нашла что-то. Звук колокольчиков меня вывел куда-то. Кстати, знаешь, когда на улице дыбак, тебе будет не до прыжков. Да и у меня вопрос, что ты сделаешь, если Аутласт выйдет в первом дворе в час ночи. Буду играть. Вот и карта. Я прямо за тобой. Компас еще надо по... Точно надо еще по компасу определять. Надо очень хорошо за компасом следить. Зачем делать игры, ориентированно на полный реализм? Кроме симуляторов с ними все понятно. Если бы я хотела реалистичной ходьбы по замерзшему лесу, я бы пошел в лес, благо снег везде. Вот и нет. Нет, вот это неправо. Понимаешь, как бы самому пойти вот в такой вот дубак в лес, когда ты вообще в этом ничего не разбираешься, не смыслишь ничего, это как бы опасно. А в игре это все безопасно. Безопасные условия. А к второй, ты можешь прочувствовать все эти... Вы когда-нибудь пытались остаться человеком? Когда другие убеждают вас, что вы всего лишь пациент, объект, который они могут подчинить своей воле? Когда вам говорят, что вы чудовище, которое заслуживает наказания? А вы не можете вспомнить, в чем ваши грехи, когда они забирают ваших близких, оставляя гнить в темноте? Проблема в том, что их в темноте вы никогда не будете в одиночку. Так вот, здесь как бы вот эта игра такая, ну точнее, не только это вообще, вот реалистичные игры, они позволяют именно прочувствовать все эмоции, но в безопасных условиях. Так что игры, нацелены на реализм, очень даже нужны. Вот у нас, пожалуйста. Смотрите, вот тут лагерь отмечен. Главное запомнить его, да? Смотрите-ка, юг. В той стороне четко юг. То есть север. Подождите-ка, получается, если я хочу смотреть на карту, вот как она стоит прямо, да, то вот так вот... Вот так вот все верно, да? То есть карта вот так вот прямо идет, значит, сверху там север, а вот тут у юг. Я правильно все понимаю, нет? Мне надо как бы понять эту карту. Но все же карты, они обычно расположены так, чтобы север был сверху, а юг внизу. Гаганя мерзнет, так что не реализм. Но тут и реализм в другом. Тут реализм именно вот в плане брожения. Масштабирование карты правой кнопкой мыши. А, смотрите-ка, так мы можем опустить, а так приблизить. Вот, смотрите-ка, как четко. Закрыть карту М. То есть я понимаю, что если нам нужно пойти вот в ту сторону, вверх, да, то мы должны вот так вот пойти вверх. Я все верна? Верхний левый угол. Что там верхний левый? Верхний левый угол. А что там? Я не вижу. Что там? Вот тут есть какие-то координаты. Нам, скорее всего, по этим координатам нужно и сходить. Самый верхний левый я его не вижу, что там. Вот эти координаты, я понимаю, что нам нужно по ним сходить. А теперь надо понять вообще, где они, что это, что они означают. 37, а, смотрите, 37 носа, это у нас север, 62 юг. Что-то сложное. Мир и трусиха дальше на двора не ходят, какой я настоящий зимний лес. Погибли через 5 минут, так что только в игры-таки играть. Вот, человек меня понимает. А, смотрите, вот нам показываются циферки-то эти все. Я поняла, отлично. Давайте вот посмотрим, я хочу вверх садить. Там, скорее всего, 5Н50Е. Есть тут такая координата? Смотрите, есть 7Н52Е. Давайте ее найдем. А, вот, смотрите-ка, 7Н50Е. Вот точно, нам вот сюда нужно. Но я предполагаю сюда исходить, потому что она ближе всего. Только вот, если мне понять, вот вы мне объясните, я правильно понимаю, что север будет вот там вверх. Вот туда вверх, указывается, стрелочка вот именно на компасе. Север, она вот так вот. Получается, на карте вот там севернее будет, а ниже, южнее. Немаленькая такая карта, побродить придется, да? Тут, видите, полностью свободный мир, ну, в пределах этой карты. То есть, давайте понять. Вот нам нужно найти вот эту дорожку. Мы по ней должны пойти. В этом случае мне она. Нажмите Е, чтобы получить информацию по выжжению. А, F1. Так, ну это я понимаю. С, тарараре. Но пока у нас ничего нет. Да, север вверх. Ну, отлично. Давайте тогда еще раз карту достанем. Мне нужно четко понять, где эта... Где эта дорожка. Вот это она. Так, под нее... Я уже потеряю, я уже ничего не понимаю. Вот север, окей. Нам нужно идти на север. По дорожке. Но вот это же она или не она? Скажите, кто-то есть вообще дорога какая-нибудь? Тут нету дороги. Сложно. Особенно в самом начале. Возможно, тут дорога какая-то. Прямо тут должна быть дорога на север. А, нет, это не дорога. Это просто камни. Что за фигня? Но тут-то вообще уже не север. Вот так вот. Тут вообще юг. Тогда я не понимаю, почему вот дорожка имеется вот здесь. Вот имеется дорожка. Ничего не понимаю, ребят. У тебя под палаткой след... Нет, да следы там... Я так предполагаю, это вот этот чудик, который будет периодически за нами гнаться. А нам нужно пойти по всем координатам. Я хочу самую ближайшую координату вот туда пойти. То есть тут, видите, у нас полусвободный выбор. Мы можем пойти как хотим. Вот я хочу туда пойти, вот в эту координату. Мне нужно найти эту сраную дорожку. Я ее не вижу. Вот это южная дорожка. Мы идем назад, мы идем вниз, карта, получается, мы идем вот сюда. А где эта дорога? Я не вижу. Мне нужно найти дорогу. Дорогу. Сраную, удобную дорогу. Она должна быть на севере. Вот эта дорога, возможно. Смотрите-ка, вот, по-моему, я нашла. Вот. Видите, тут как раз два ответвления. Возможно, это оно и есть. Тут, в принципе, как бы, ну, они соединяются все, по-моему, дороги-то, получается. Иди в центр. Да зачем мне в центр карты, если мне нужно по координатам пройтись? Какой нафиг центр карты? Мне нужно четко пойти по координатам. Я пойду на север. На север от своего... Эта тропа нет. Так вот, а где эта тропа? Вот вы видите хоть какую-нибудь трубку? Я здесь вообще никаких трубок не вижу. Здесь тупо... Я вообще пойду на север, вот. Ты идешь... В ту сторону север он мне показывает. А вот все правильно. Чего вы меня допутаете, ребята? Я иду, короче, на север. Идем на север. Значит, мы должны дойти... В центре начало сюжета, по-моему, но я не против. Иди куда ходишь, что вы выберете. Я пойду... Ну, как бы, начало сюжета у нас уже началось все. Акт у нас случился. Как бы, какая разница, если это ближайшая ко мне точка, почему я не могу к ней пойти? В общем, нам надо на север. Здесь мы пройдем? Здесь мы не пройдем. Значит, нам нужно на север выйти четко и дойти до каких-то озер. Дурацких. А как нам на север-то пойти? Нам нужно как-то обойти вот эту фигню всю. Елочки красивее в моей вине, от ветра дрожат. Как-то, знаете, я не верю, чтобы они дрожали особо. А фонарик-то, может, тут включается? Ага. Значит, вот в ту сторону севера, я помню. Значит, надо как-то обойти эти горы все и пойти на север. Хоть научишься карп понимать, наконец-то. Знаете, вот мне интересно, кто победит, я или карта? Ну, я так подозреваю, что все-таки я победю, мой типографический кротинизм победит. И я все равно сейчас начну. Потеряюсь вообще окончательно. Я уже потерялась. Здесь вообще никак не обойти. Где? Господи, это что такое-то? Как тут обойти эти ссаные глыбы? Вот, а то мне нужно в ту сторону, куда я тебя достану. Подождите-ка. Че? Север уже там. Но я предполагаю, что все-таки тут нам нужно обойти. Может, полярных медведей встретим? Угу. Ну, волков там, да? Рысей. Снежных барсов. А, не рысей, а снежных барсов. Пингвинов встретим. Класс. Мне кажется, здесь настолько безлюдно, что вообще ничего не есть. Там что-то светится. Конечно, это может быть какие-то боговные текстуры, но да. Это явно что-то ненужное светится. Вот он, север. Я уже не знаю, где я нахожусь. Вот, ребята, вы мне не можете сказать, где я нахожусь? Я вот уже вообще не понимаю. Я надеюсь, что я все-таки где-то вот на... Вот здесь вот где-то вот так вот. Возможно, я горы оброшу. Хотя я тут вот так вот, наверное. Я очень надеюсь, что я иду так, как надо. Пингвины на юге? Серьезно? Конечно, вроде холода, ребят. По карте, в общем, я уже не могу ориентироваться. Я буду тупо по... Ориентироваться по компасу. Компас это мой... А можно достать тупо компас? Тут есть такая, кстати, возможность? Я бы достала себе компас, и все. Какая-то мозг осталось сразу, угнетающая. Может быть, мы и совсем не туда, куда надо, идем? Не, ну раз мне игра предоставляет свободу выбора. Я как бы буду этой свободой пользоваться. Надо мир украсть, взять глаза и в лесу с бумажкой на карты выкинуть. Пусть учатся ориентированные... Да, пусть мир сдохнет там, да? Посреди леса. Добрый ты человек. Пингвины в Антаркте... Ой, там что-то светит. По-моему, озеро. Озеро на карте было. Вот, смотрите, вот. Неужели мы уже вышли? Странно. Так быстро. Ну, это же явно оно. Черт возьми, страшновато. Да тут... Да. Довольно атмосферно так. Мне нравится такая... Я вот не люблю зиму, не люблю снег, я уже говорила, но здесь почему-то это такое уютно. Знаешь, вначале я хотела все исправить. Я верила, что меня коснулся сам Бог. Что я получил шанс в компенсацию за причиненное мне зло. Потом я понял, что это не Бог, не добро, не компенсация. Просто инструмент мести. Мир уже побеждает в этой игре. С чего вы решили, ребята? Если кто-то знает, можно ли в этой... Вот вы мне скажите, кто знает, можно ли в этой игре... В игре тупо компас открыть без карты. Вот есть такая возможность? То есть бы и была такая возможность, это было бы очень удобно. Что-то подлагнуло, наверное, у меня проблема, но как бы скажите, у кого там еще что подлагивает. Ну вот мы явно куда-то куда надо идем, я только не знаю, в какой координате мы придем, но видите, оформление не зря здесь такое... Черепно-мозговое. Косточки-то... Ой, смотрите-ка, это у нас... Это у нас пальчики, а вот эти кости я не знаю какие. Там я не разбираюсь, не берцовые. Нет, ну здесь берцовых нет. Здесь, наверное, все с рук. Здесь руки и головы, скорее всего, использовались как материал. Можно достать компас, там кнопка глядь в меню. Ага, значит, можно. Давайте-ка посмотрим. Ой, нет. Настройки управления. Компас С. Спасибо, что поставили. Во, вот это я понимаю. Вот это другое дело. Ты идешь ко мне. Я иду к тебе, мой любимый друг. Мы с тобой сядем у костерка и отпразднуем Новый год. В этой стуже холодной траля-ля. Играть в зимние игры зимой — это то, что надо. Согласна. Сразу, знаете, ощущения прям не 3D даже, а 7D какие-нибудь. Привет еще раз. Я приходила несколько часов назад и ушел дальше праздновать. Привет, Соколов Рост. Так ты же вроде уже отпраздновала. Или ты еще празднуешь, продолжаешь все еще? Что-то как-то... А нам точно туда надо падать? А там другого прохода нету? Небо красиво смотрит и луна такое. Необъеденное, кстати. Так, мы отсюда поднялись, да? Здесь пробрались. А, тут... А, там что-то есть. Там что-то есть. Куда этого добраться? До этого я не знаю, когда добраться. Значит, придется прыгать. Для полноты ощущения открою окна в квартире. Сталкер, ты хочешь, чтобы к Новому году я слегла там с ангиной, с гриппом, да? Добрый ты какой. Может, все-таки... А в толку вот этой карты? Вот я сейчас вообще не знаю, где я нахожусь. Серьезно, ребят. Я прошла озеро. А дальше я не знаю, где я нахожусь. Вот. Вот я не знаю, где я могу находиться. Возможно, я как-то вот... Не знаю. Мне карты ничего не дают. Я ничего не понимаю. Я иду на север. Я просто туда на север. Мы рано или поздно придем, куда нам надо, на север. Я гангстер просто. Что-то все рушится. А ну, прям на вас будет падать? А кто-то так потрубил-то? Как хорошо, что прям все стало падать. Слушайте, здесь опасно. Надо поскорее это место пройти. Потому что, видите, что-то падают. Всякие разные... О, печерка. Красота какая, ребят. Вы посмотрите, а. Мы когда дойдем до нужной координаты, она отметится, что мы до нее дошли. И мы тогда узнаем точно, где находимся. Вот у меня такой план. Как здесь красиво, ребят. Смотрите-ка, сталакситы. Нет, а что это было сейчас? Что, я погибла? Когда я успела... А от чего я погибла? Кто мне скажет, от чего я погибла? Я даже ничего не поняла. Мне так было красиво, я так залюбовалась и... Нет, только не самого, я отчаяла. Серьезно. Это нам весь путь дальше опять делать? Назад? Какой кошмар. Так, кто мне скажет, от чего я умерла? Раз вы все такие знающие, видели прохождение. Объясните мне, от чего я умерла. Мне нельзя было в ту пещеру ходить? Или в нее все-таки можно ходить? Только нужно осторожно ходить. Ты на красную... Какую красную фигню наступила? Там не было никакой красной фигни. Не, ну я уже уперта. Я снова пойду туда. Еще. Надеюсь, я туда иду. Или нет? Я уже не помню, как я шла. Я здесь шла? Кто помнит? Смотри под ноги. Так там не было ничего под ногами, я смотрела же. Там как бы было все. Да, вот мы здесь обошли, обогнули этот край. Тебя красный... Какой красный крокодил? Там не было никого. Была внимательнее... Ну ладно, поверю вам на слово. Будете моими глазами и ушами. Нет, мы сейчас быстро дойдем до этой темы. Я же уже знаю путь. О, мостик. А мостик я... Я разве мостик проходила? Ребята, я мостик-то этот не помню. Серьезно? Ой, что-то подлогнуло. Координаты. А-а-а, тут еще и координаты иногда появляются. Надо внимательнее быть. 27 N 52 E. Для особо тупых, как я, 27 N 52 E. 27 N 27 N 52 E. То есть раньше мы, скорее всего, прошли вот этим путем, а сейчас мы пойдем вот таким путем, но все равно выйдем, куда надо. А тут нету таких координат? 27 N 52 E. Нету. То есть ладно, мы идем просто немножко более длинным путем, походу. Ты не туда пошла? Ну нет, ну в смысле не туда, как бы. Тут путь-то все равно. Просто он более длинный, но примерно как бы то же самое. Вроде как-то. Смотрите-ка, 27 N 52 E. И я пошла... Я вот все время путаю, восток он слева или справа. Север и юг. Запад и восток. Запад и восток он слева или справа, кто мне подскажет? Мы где-то здесь находились, но мы, скорее всего, тут один путь-то только. Что-то я вообще на какой-то кругаль сделал, по-моему. Я еще не туда иду. На юг шураж. Да я же поняла, что на юг. Сейчас разберусь. Просто кругаль какой-то и тип, я должна пойти куда надо. Ладно. Значит, просто... Вот... Чего же он прыгать-то не умеет? Не, ну смотрите, если север и юг, то... Ну, у вас зеркаль. Ну, в общем, если север сверху, юг внизу, то запад будет слева или справа. А восток слева или справа, кто мне скажет? Я, короче, вот так пойду на север. О, можно еще приблизить. Ладно. Вы говорите, что я дошла на север, но теперь что-то я вообще не там, где надо оказалось, по-моему. Я сейчас иду на север. Что за куток такой непонятный? Запад слева, восток справа. Окей, спасибо за подсказку. Мне бы еще координаты какие-нибудь не помешали, походу. Так когда приближаешься, перцы, походу, щурятся. Возможно, кстати. Вот здесь вот мы были уже или нет? Кто помнит? А где западная сторона, а где восточная? Ну ладно, сейчас мы просто идем на север. Рано или поздно куда надо выйдем. Вот, смотрите-ка. Да-да-да-да, вот оно, озеро, я помню этот момент. Вот теперь мы вышли куда надо. Сейчас мы тут пройдем. Это озеро дурацкое. Надеюсь, на второй раз не будет подсказывать эту коссцену, которую мы уже видели. Игра, надеюсь, понимает, что мы... Нет, не понимает. Игра тупая. Чакрики пришли? Да, уже пришла. Отлично. Жанка тут поближе с охраной к ней, а то приходится такой путь пиндюрить. Ой. Все, у героя совсем плохо. У-у-у, глаза в тебе едят. Правда щурится такой. Еще там окуляры у него, походу, неплохие. Да, и к тебе я уже почти пришла. Долгий путь проделала, причем два раза. А что смотреть-то карту, если как бы мы уже знаем? Ну, я так, конечно, не знаю. Но мы здесь уже просто были, чего смотреть карту. Я понимаю, что нам нужно пройти эту пещеру и там нигде не сдохнуть, в этой пещере. Потому что было опасно. Тут есть охранки у костров разных. А вот где я этих ваши костры найду? Я пока не видела ни одного костра. Точнее, костер вот там вроде где-то какой-то горел, но очень далеко. Прям вообще далеко. Так, это я знаю. Сейчас что будет. С левой стороны тропинка. Какая тропинка? Мы уже идем по тропинке. Мы идем по тому же самому пути, где сдохли. Если я сдохну там второй раз, я, наверное, очень сильно расстроюсь. Может, нам дальше на север пойти? Вот тут есть вход в пещеру. Он же тоже по-любому на карте отметится. А, ребята. А, возможно, если вот это вот там вход в пещеру, нам, может быть, сюда и не надо вообще? Это может быть указано как пещера? Тут хоть бы где-нибудь ориентир какой-нибудь написали. Может быть, нам просто опять на север идти дальше? И нафиг пещера? Кто как считает? Я просто уже боюсь. Там какие-то, вы говорите, твари. Под ноги смотри. Я так предполагаю, что все-таки там... Господи, что же вы меня так напугали? Боже мой. Что, да? Это я... Да, это вот про пещеры. То есть это они будут меня вести вообще в другую сторону. Пока, значит, пещерная, надо сходить сюда, а потом уже... Или это они вот эти пещеры? В пещеру? Серьезно, она в пещеру? Вот мне бы понять, где я нахожусь. Серьезно. Просто это... А, нет, мы прошли через озеро. Скорее всего, да, нам все-таки пещеры, пещеры. И потом вот мы выйдем вот так вот в другие пещеры. Потому что... Да, пещера-то вот эта на другом озере. Значит, это вот, скорее всего, где-то вот эти вот пещеры. Значит, все-таки тут в пещеру. Ну, там как-то опасно. Я не понимаю... Если бы я знала, что... Какая опасность там угрожает. Но я не видела вообще этой опасности. Кто? Вот кого здесь опасаться? И как его избегать? Кто мне объяснит? Что здесь? Вы говорите, какая-то красная кнопка. Это чудовище какое-то красное? Крокодил кто-то сказал, что там крокодил какой-то. Я ничего не увидела. Ни крокодилов, ни красных кнопок. Я просто вот сейчас тупо опять снова сдохнула из-за своей невнимательности. Как бы я тут должна... Медленно все делай. Я слышу, что там кто-то дышит. Подождите-ка. Я боюсь дальше идти. Там кто-то дышит. Вы это слышите тоже? Там два демона и все. Так подождите, какие два демона? Ну, если меня убило, то даже не дело. Меня убило вообще какая-то непонятная чмо. Кто и где дышит, если бы я еще видела? Блин. Ну, блин, ну нельзя так пугать-то. О, блин. Ну вылези, ну почему он прыгать не умеет, господи, дебил? Я не знаю, фонарик как бы опасен у нас или нет? Он привлекает каких-нибудь злых духов? Окей, я выбралась. И я до сих пор не понимаю, кто меня убил в тот раз. Вот серьезно, ребят. Я прошла эту пещеру, но кто меня в тот раз убил? О, ориентирую. Кто меня убил, а? Вот кто? 10-7-57-М. 10-57-М. Вот. То есть это мы здесь вот так вот прошли, прошли эту пещеру и оказались вот здесь, да? Фигня какая-то непонятная. Зажми яйца в кулак и вперед тряпка. Знаете, страшнее всего, я это поняла так, выдох. Страшнее всего, когда ты не знаешь, кого тебе опасаться. То есть, когда ты уже увидел своего противника, тебе как-то проще. А вот когда ты не видишь и не знаешь, кто это, вот тогда наиболее, наибольший страх ты испытываешь. Страшно в такую одиночку шпилить. Согласна. А я опять на юг. Блин, а куда мне надо? Так, давайте вернемся к этим координатам. Еще раз вернемся. А где они были? Они тут были. И поймем, нам вниз или вверх. Держите, а где координаты? Координаты были прямо у дерева. Вот оно, дерево, вот координаты. Окей. Давайте смотреть еще раз. Координаты. А-ха-ха-ха. 10, 57. Вот. А-ха, вот у нас. Подождите-ка. То есть, мы находимся прямо тут, но там никаких дорог, ответвления, дорог нету. Значит, нам нужно пойти на северо-запад. Да? Северо-запад же. Северо-запад. Вот так вот. Мне же сказали, что восток это право, запад это влево. Значит, северо-запад, северо-запад. Северо-запад. Что-то я не поняла прикол. Северо-запад. Северо-запад. Дайте, как мы найдем север. Северо-запад. Что-то я не поняла прикол, ребята. Ну, серьезно, в ту сторону? Мы же оттуда пришли, походу. Мы же вот тут оттуда пришли, прошли эти пещеры и здесь и вышли. Или нет? Ой. Там на карте показано, что одна тропа закончилась. Там идем, когда дальше, там две тропы какие-то разветвляются. И я их вообще не понимаю, где они на карте. Вот вообще нет ни разу. Вот, один проход наверх, другой проход вниз. И вот где это на карте, кто мне объяснит? Так, хорошо. Как же здесь сложно, боже мой. С ума сойти можно. Я уже запуталась. Я ничего не понимаю, реально. Серьезно, вообще ничего не понимаю. В какую сторону мы сейчас пошли? Давайте посмотреть. От этих координат мы пошли... Вот он, север. Так, и мы пошли на юго-восток. Получается. Мы пошли на юго-восток от этих координат. И когда мы все шли на юго-восток... Юг-юго-восток. И вот мы от этих координат шли на юг-юго-восток и пришли к двум тропинкам. Вот отсюда мы шли на... Это вот эти, что ли? А юго-восток... А вот эти, вот эти тропинки. Походу мы вернемся... Это они, что ли? Нет. Или да? Мир, качай вот ханалию, дашь кайз. Нет. Нет, ребят, нужно хотя бы координаты найти. Посмотри, координаты центра. Может, антикоординаты есть слева. Какой нафиг центр? Мы сейчас разбираемся вообще, куда нам дальше идти. То есть я так понимаю, что вот эти два пути... Хотя вряд ли. Это вот эти пути. Вот оно, разветвление. Это оно или нет? Кто мне подскажет? Одно вниз, а другой типа наверх. Нет? Так выбери... Мы идем по определенным координатам. Нужно эти координаты найти. Понимаете, ребята? Выберу я дорогу. И что? Смысл-то в этой дороге, если мы не найдем координаты нужные нам? Мы сейчас ищем нужные нам эти координаты. Окей, я сейчас пойду вот в эту сторону, посмотрю, куда она приведет. Если это приведет к озеру... Где ты? Это привело нас к озеру. Там какой-то хрыч. Я назад не могу... Блин! Я не могу назад! Какого хрена? Почему он здесь-то не может подняться? Ну, отлично. Мы спустились к озеру. Там какой-то демон. Мы, короче, просрали эти координаты, походу. Потому что как назад вернуться, я не знаю. Вот по этим ступенькам не может пройти. Серьезно? Вот ты серьезно не можешь пойти вот по этим... Вот здесь вот не можешь подняться ни разу. Вот как? Вот как он здесь не может подняться? Скажите мне. Это нужно что? Иметь полностью сломанные ноги и руки, чтобы... не уметь подняться? Я не знаю, ребят. Я уже, помню, все. Просрала все на свете. Ну, конечно, был следен. Там демон еще бродит. Я его видела. Я снова туда пойду, наверное, по лестнице. Попытаюсь пойти на север. Вернуться туда, по крайней мере. Какой же он просто немощь беспомощная. Как меня это бесит, а? Вы чуть нашли. А, отлично. Очередные координаты. Главное, чтобы демона нигде не было. 11,55. 11,50. Да как я здесь-то оказалась? Вроде идем в правильную сторону, но мне казалось, что я иду вообще в противоположную сторону. И как я тут оказалась? Вот кто мне объяснит? Эта карта вообще какая-то неправильная. Она мне показывает какую-то фигню полную. Серьезно, ребят. Я уже ничего не понимаю. Ладно, мы снова идем на север. Справедливость восторжествовала. Мы идем на север. Беспредел полный. А как бы... Тут как бы опасно. Мы так до сих пор нигде не сохранились. Черт возьми. Мы такой путь проделали. Если мы сейчас здесь сдохнем от демона какого-нибудь. А вот тут такой, знаете, прям какая-то арена специальная. И он даже обратно-то не сможет подняться. Он же не умеет. Он дебил. Он полнейший дебил. Он не умеет подниматься назад. Тут спрятаться-то негде. Он даже здесь не проползает. Это то самое место, которое отошло. Да, я тоже думаю, что это то самое место. Но какое-то слишком подозрительно. Прекрасно. Великолепно. Мне очень нравится эта композиция. Так, демона нету? Ой. Фух, я уже спугалась. Издовший дьявол. Да? Или просто издовший человек-олень. Возможно, ему так часто изменяла жена, что он просто здесь сдох. Я выехал сразу, как только услышал о происшествии. Я был в том районе, поэтому сам сообщил в институт, чтобы дело передали мне. Приехал, вбежая 19 февраля. За пару дней до спасательного отряда института. В ожидании отряда расспросил местных, известно ли им что-нибудь о происшествии. Один из них сказал, что у него в районе поискового водничьего домика, поэтому он очень хорошо знает местность. Я решил взять его в качестве проводника. Когда спасательный отряд наконец приехал, я объяснил им роль института в этой операции и предупредил, чтобы обо всех находках и наблюдениях сообщали в первую очередь мне. Расставив приоритеты, мы проверили оборудование и отправились в путь. Только 26 февраля мы обнаружили палатку, которую, похоже, поставили студенты. Беглый осмотр показал, что люди, которые были в палатке, прорезали ее боковую стенку и по какой-то причине спешно сбежали через отверстие. Цепочка следов в снегу уходила к лесу в полутора километров от стоянки, но след оборвался через 500 метров, и нам пришлось внимательно обыскать все окрестности. То, что здесь произошло, нельзя назвать чем-то заурядным. Из-за окружавшей нас атмосферы у всех по коже бегали мурашки. Я был уверен, что случившееся не было обычным несчастным случаем. У меня было чувство, что мы имеем дело с чем-то сверхъестественным. Отлично. Хотя бы нашли одну координату. Ой, спасибо тебе, добрый демо. Что происходит? Тихо. Это ты что-то все творишь, да? Ты беспредельничаешь. Смотрите, почти прям в меня упала. Точнее, на меня. Дайте сохранку, близик. Пожалуйста. Ой! Там, там, там! А-а-а! Я упала! Я же не знала, что там нельзя падать. Серьезно. Надеюсь, меня хотя бы сохранили на этом отрывке. Вот если не сохранили, это будет, конечно, эпик фейл. Там этот желтый дым, значит, нам к нему нельзя сказать... О, отлично. О, здесь была сохранка. Это счастье. Да, живем, ребята. Значит, желтый дым, скорее всего, опасен. И падать вместе нельзя. Значит, нужно найти другой путь. Я думала, что как бы все безопасно. Желтый дым, желтый дым. Там желтого дым... Дыгиты. Желтого дыма нету. Окей. С ним все совсем плохо. Желтый дым впереди. А где же, куда же бежать? Там мы не обойдем. Куда бежать-то? Тут он тоже свалится. А вот здесь можно прыгать. Отлично. Здесь мы обошли. Желтый дым нападает. Ой, все плохо. Ой, нет, нет. Блин. Да куда же тут бежать-то надо? Тут очень сложно все. Посмотри на координаты. Так сейчас, видите, не до координат. Мы тут падаем. Мне нужно путь найти правильный. Тут все очень тяжко как-то. Окей, ну один путь мы нашли. Пытаемся найти дальше путь. Этот желтый дым, а скорее всего опасен. Мы не сдохнем. Видите, он нас ограничивает специально. Идет. Спасибо за фало. Добро пожаловать. Окей, здесь мы через это проползаем. А дальше-то куда? Вы видите, куда нам дальше? Желтый дым-то повсюду. Тут я упаду. И все как бы. И здесь тоже. Желтый дым-то нельзя, наверное, идти или можно? А мимо него, если я пройду, окей. Хорошо, чем-то еще собираются падать на набушку. Здесь, конечно, весело. Я не сомневаюсь. Только когда тебе на набушку всякое дерьмо сыпется. Не слишком приятно. Еще и желтый дым какой-то. Ой, тиме. Ой, он еще и тут. Да какого черта? Господи, желтый дым-то исчезнешь, а? Во, нашли костер. Ура, сохранка. А здесь как бы сохранка, нет? Ребят, слышите? Как бы сохранка. Эй. Я в безопасной зоне. Желтый дым, прекрати. Чем-нибудь в погонах. Смотрите, кого это отметил, отметилась координата. А ну вот здесь, а что он такой сразу увеличивается? Мы же не здесь. Мы сюда сбежали, и вот мы оказались у этого костра. То есть костры здесь тоже отмечаются. Ну, как думаете, на этом остановиться или пойти еще по одной координате? Вообще, думаю, наверное, стоит на этом остановиться и уже в следующие координаты пройти. В другой раз. Хоррор, походу, длительный. Знаешь, я считаю, на длительное прохождение, но в принципе, мне нравится. Конечно, тяжко ориентироваться, особенно, как только самое начало, и ты вообще ничего не понимаешь, такое все по наитию. А вот, верно, приходится во многом разбираться.